А начнем наш вечер с назревающего скандала. Папа Римский, похоже, так сильно хочет помирить Украину и Россию, что совсем забыл, насколько у него плохо это получается. В Ватикане снова решили свести вместе представителей Украины и России во время крестного пути в Колизее. Тема молитвы – голоса мира во время войны. На креативе ли папские сценаристы, то еще действо. На 10-й остановке объединили свидетельства украинского и российского подростков. Первый вспоминает, как он ночью бежал из Мариуполя, и ему пришлось убегать от ракет к бабушке в Италию. Россиянин же по сценарию кается. Ему, согласно его роли, нужно рассказать, что как только он говорит, что он русский парень, то чувствует вину и непонятно почему. Что ж, посмотрим, как на этот раз отреагируют в мире на подобное. Но свое недовольство уже высказал посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш. Русский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате, папе и дедушке, пропавшем без вести на войне. Но он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а и всю семью, а не наоборот. Напомню, что в прошлом году подобная ситуация только с задействованными женщинами вызвала бурю возмущения, в частности и в Украине. Ждем теперь реакции из Ватикана.